В канун Рождества Фритц и Мэри с нетерпением ждали, когда можно будет распаковывать подарки. Вдруг раздался стук в дверь. Это был их дядя с кучей подарков в руках. Дети очень обрадовались, увидев его. Затем они принялись распаковывать подарки. Мэри достались нарядные куклы, игрушечная посуда, а также прекрасное шелковое платье. Фритц также получил то, что хотел великолепного коня и мышиного короля. Мэри заметила, что под елкой лежит какой-то солдатик. Это был щелкунчик, призванный аккуратно разгрызать твердые орехи. Девочке он очень понравился. Но Фритц сказал, что это его подарок и попытался отобрать его у сестры. Дети так сильно растянули щелкунчика, что оторвали ему руку. Сломанная игрушка стала ненужной мальчику. Мэри очень расстроилась и расплакалась. Но дядя смог отремонтировать солдатика. Девочка была счастлива и аккуратно обняла его. День был очень насыщенным, поэтому она скоро устала и заснула прямо под елкой. Во время сна Мэри услышала странные звуки. Они были похожи на мышиную возню. Девочка открыла глаза. Предметы в доме казались намного больше, чем были. А елка, под которой она уснула, стала совсем гигантской. Мэри поняла, что это не предметы увеличились, а она уменьшилась. Неожиданно перед глазами изумленной девочки появился мышиный король со своей армией. Мэри сильно испугалась и хотела убежать. Но гигантские мыши остановили ее. И тут произошло чудо, щелкунчик вскочил на ноги и выхватил девочку. Они мигом забрались по елке на книжную полочку, а по ней добрались до игрушек фрица. Там была целая коллекция оловянных солдатиков. Щелкунчик позвал их на помощь. Солдатики тут же вскочили на ноги и побежали за ним. Щелкунчик взял на себя командование армией, и солдатики стали сражаться с армией мышиного короля. Битва между игрушками и мышами была ожесточенной. Но, к сожалению, мышей было слишком много, и армия щелкунчика стала терпеть поражение. Мэри увидела это и выбежала из своего укрытия. Она кинула в мышиного короля свою туфельку и попала ему прямо в голову, и тот упал на пол без чувств. Остальные мыши поняли, что битва проиграна, и убежали кто куда. Мэри подбежала к щелкунчику, но он лежал без сознания, так как был сильно ранен мышиным королем. Девочка подумала, что он умер, и стала горько плакать. И вдруг позади Мэри появилась прекрасная фея. Она решила помочь девочке. Махнув волшебной палочкой, она оживила щелкунчика. Махнув палочкой во второй раз, фея превратила солдатиков в прекрасного принца. Мэри и щелкунчик смотрели друг на друга влюбленными глазами и не могли оторвать взгляд. Махнув волшебной палочкой в третий раз, фея перенесла влюбленную пару в королевство сладостей. Деревья там были сделаны из конфет, а цветы из мармелада. Это было чудесное место. Мэри на секунду закрыла глаза от наслаждения. И вдруг она услышала голос мамы, которая звала ее по имени. Открыв глаза, девочка увидела маму, которая смотрела на нее в замешательстве. Мэри тоже не могла понять, что происходит. Девочка рассказала о своем чудесном путешествии, но мама только мило улыбнулась. Затем Мэри увидела оловянного щелкунчика в своих руках. И тут она поняла, что проспала под елкой всю ночь, а все, что с ней произошло, это был всего лишь яркий сон. Через несколько лет к Мэри и Фрицу приехал погостить племянник их крестного. Как только он вошел в дом, девочка от удивления чуть не упала нату. Мальчик был похож на щелкунчика, как две капли воды. Мэри ему тоже понравилась с первого взгляда. Спустя какое-то время они поженились и жили ничуть не хуже, чем в волшебном королевстве сладостей.